Мы переходим к следующей точке, и следующая точка называется «Стратегия развития стартапа. Основные этапы и шаги». Что мы делаем в этой точке? Стратегия развития стартапа. Это основные этапы и шаги вашего развития. В соответствующем разделе на первой странице вы пишете свой план. То есть вы пишете, что планируете сделать для развития стартапа. Описываете ваши шаги так, как и вы это себе сейчас представляете. Позже всегда можно будет исправить или дописать. Вот любая последовательность шагов, которые вы здесь опишете, любая крупность этих шагов, вы представили себе ИКР, идеальный конечный результат. Вы можете описать крупными мазками, что необходимо сделать для того, чтобы этого достичь. То, как вы это себе сейчас представляете. Через какое-то время ваш план поменяется. Будет другое представление. Но вот это стратегическое понимание последовательности шагов для достижения ИКР, идеального конечного результата, является важным. Для чего это нужно? Это поможет вам и вашей команде скоординироваться в своих действиях. Команда, и вы сами поймете, что делать, в какой последовательности. Это поможет сервисам сформулировать для вас индивидуальное предложение. Видит ли он, человек планирует сделать лендинг. Отлично, они уже посмотрели всю вашу информацию, они уже подготовили, они выходят к вам уже с предложением. Итак, уважаемый капитан, мы можем сделать для вас лендинг по очень интересным условиям. Мы посмотрели ваш стартап, посмотрели вас, посмотрели, и они сразу выходят к вам с предложением. И это поможет, в принципе, членам артели принять решение о присоединении к вашему стартапу. Еще раз хочу сказать, что все, что мы делаем, мы делаем это для того, чтобы отразить то состояние, которое у нас есть сейчас. В сибирской артели мы пишем то, как это есть. Мы не делаем это для того, чтобы нас оценили и поставили нам оценку. Вау, он написал красивый стратегию. На тебе пирожок. Мы здесь, в сибирской артели, для того, чтобы сделать успешный стартап. Мы здесь для того, чтобы реализовать свое бизнес-предназначение и в конечном итоге заниматься тем, что нам хочется и нравится. Мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги и получать от того, тех действий, которые мы делаем, удовольствие и радость. Мы здесь для того, чтобы познавать себя, окружающий мир через наши действия и через развитие нашего стартапа. Мы принимаем себя такими, какими мы есть. И двигаемся к такими, каким мы хотим стать. Поэтому вся информация, которую мы пишем, мы пишем для себя, для собственного осознавания. Не для дяди, мы пишем для себя. Ну что ж, это была последняя точка на странице, первая страница стартапа. И я здесь скажу общую рекомендацию к первой странице. Заполните. Давайте запишем отдельное видео. Спасибо.